Что делать, если жуткая картина в незнакомом доме на утро оказывается вовсе не картиной? Как вести себя, если плавая в бассейне ты случайно угодил на один из уровней закулисья? Могут ли глубокий бункер и огромный запас еды спасти от неминуемого? Спойлер, всё бесполезно, вы всё равно погибнете. Приглашаю вновь окунуться в криповейшую атмосферу так называемых тролдж-инцидентов. Да, на деле это просто старинный мем, который спустя годы откопали пользователи интернета и понаделали с ним кучу стёбного хоррор-контента. Контента, который, с одной стороны, высмеивает всё, что делается в жанре ужасы, а с другой этими ужасами является. С вами Фантом. Погнали! Старый дом Инцидент начинается с того, что главный герой заблудился в лесу. После многих часов скитаний среди деревьев, он, наконец-то, выходит к одиноко стоящему старому дому. Никого из жильцов внутри нет, и герой решает здесь переночевать. Ведь не оставаться же в темноте посреди леса. Итак, персонаж укладывается на кровать, но долго не может уснуть. Всему виной картина на стене, на которой изображено оскалившееся чудовище. Но постепенно усталость даёт о себе знать. И тролль таки погружается в сон. Неплохо выспавшись, наш герой встаёт с кровати и с ужасом осознаёт, что ночью он видел вовсе не картину. Выходит, всё это время через окно за ним наблюдал монстр. Тролль пытается покинуть дом, пока не поздно. Но дверь оказывается закрытой. Остаётся лишь один путь, через окно. Но здесь его уже подстерегает ночной гость. С широкой, разъянутой, зубастой пастью. Пункт назначения. Инцидент начинается с кошмара, который снится одному из главных героев. Поскольку все персонажи ролика выглядят одинаково, для удобства будем называть их «младший тролль» и «старший тролль». Итак, «младший тролль» видит во сне некую сущность, которая предсказывает ему смерть 22 июля 2029 года в 12.28. Более того, на смерти дело не закончится, ведь ночной гость обещает мучить бедолагу вечно. Перед самым пробуждением «младший тролль» видит старинный медальон, который внезапно появляется во сне, будто указывая путь к спасению. А тем временем «старший тролль» сидит у окна и рыдает над фотографией. Из обрывочных флэшбэков становится ясно, что перед нами последнее совместное фото двух друзей. Пять лет назад они собирались посетить населенное призраками место, чтобы снять крутое видео и прославиться на весь мир. Но, как водится, что-то пошло не так. С рискованного дела наш герой вернулся один. Далее старший тролль приходит к выводу, что он не сильно-то и виноват в смерти друга. Наш герой в конце концов предупреждал о грозящей опасности. Но нельзя же жить исключительно прошлым, да еще и с таким чувством вины. Поэтому тролль решает избавиться от всего, что напоминает о той жуткой истории. И начинает он с амулета. Не важно, что пять лет назад эта вещь спасла ему жизнь. Напялив амулет на шею, он выходит на улицу, чтобы надежно спрятать уже ненужный оберег от любопытных глаз и загребущих рук. Однако совершенно случайно его замечает младший тролль. Ведь амулет на шее незнакомца так похож на тот, что приснился в кошмаре. Младший просит отдать ему амулет и рассказывает про жуткое предсказание. Старший ничего не отдает, но предлагает свою помощь. Весь день 22 июля он будет находиться рядом, чтобы исключить любую опасность. И вот персонаж испускается в глубокий и надежный бункер. Старший приготовился основательно, он притащил сюда оружие, еду, воду, огнетушители и даже кислородную маску. Когда младший отправляется спать, старший остается дежурить с заряженным ружьем. Однако среди ночи в бункере раздаются странные шорохи. Словесные предупреждения игнорируются, и наш герой открывает огонь. Мы видим, что на полу в луже крови лежит младший. Невольного убийцу увозит полиция. А журналистка рассказывает зрителям историю о том, как местный житель зачем-то привел в свой бункер подростка, где жестоко с ним расправился. Какие бы испытания не подкидывала вам жизнь, есть друзья, готовые плечом к плечу встать рядом с вами и помочь пережить любые трудности. Или как минимум отметить вместе Новый год. Вот и новый зимний сезон Warface под названием «Плечом к плечу» приглашает вас и ваших товарищей вместе влететь в ураганные битвы. Помимо множества PvP-режимов, вам предстоит погрузиться в PvE-контент с интересным сюжетом. Новый сезон подогнал и новый боевой пропуск с улучшенной системой ежедневных квестов. Теперь только вы решаете, какие именно задания выполнять, чтобы получать под свою новогоднюю елку метовые пушки из новых серий «Следопыт» и «Перевал». Также можно выбрать любимый класс и пройти за него серию контрактов, чтобы опять-таки наполнить пространство под елкой уникальными достижениями и наградами. Опытные игроки помнят такие пушки, как АК Альфа и Крис Супер Уэ. Благодаря системе модификаций они вновь стали актуальны. Хватайте стволы и нагибайте соперников. Ну и, конечно, по ссылке в описании Дед Мороз подготовил вам набор крутого метового снаряжения. Как для новичков, так и для старых игроков. Времени терять не надо. Хватайте мешок подарков по ссылке в описании и врывайтесь в игру прямо сейчас. Двойная звезда Герой этого инцидента всегда хотел узнать, что бы произошло, будь у нас не одно, а целых два солнца. С этой целью он отправляется в строительный магазин, где приобретает все необходимое для создания дупликатора. Прибора в мгновение, око клонирующего любые предметы. Несколько часов возни в мастерской, и чудо-прибор готов. Самое время проверить дупликатор. Герой нажимает на курок, и вот вместо одной подушки на диване появляются две. Отлично, дело осталось за малым. Провернуть то же самое с солнцем. Ведь именно этого наш герой ждал всю жизнь. Погожим летним днем он выходит на лук и стреляет из дупликатора прямо в солнце. В небеса бьет зеленый луч, и рядом с нашей звездой появляется сестра-близнец. Но герой слишком поздно понимает свою ошибку. Два солнца вызывают стремительный перегрев земли. Кажется, планета обречена. Однако в каждой ситуации можно найти свои плюсы. И вот мы видим, как персонаж наблюдает за горящими окрестностями, слушая музыку в магнитофоне. Порабощающая Луна Герой инцидента решил наконец-то насладиться любимым фильмом и отправился на кухню, чтобы сварганить себе закуску. Он включает телевизор. Однако вместо фильма на экране появляется странное предупреждение. Нам сообщают, что прямо сейчас на Луне происходят некие странные события. Дело в том, что всякий, кого коснется лунный свет, немедленно подпадает под влияние ночного светила. Поэтому людям строжайше рекомендуется сидеть дома и плотно закрыть шторы. Наш герой забивает хер на предупреждение и без сомнения выходит на улицу. Где ожидаемо не происходит ничего странного. Или все-таки происходит. Ведь обычно в это время на улице достаточно много людей. А сейчас не души. Наверняка все купились на дешевый розыгрыш. Герой решает взглянуть на Луну. Как же прекрасна Луна. И вот мы видим, как безвольное тело персонажа взмывает в воздух и парит по направлению к светилу. Оживший металл. Герой этой истории, увы, способен передвигаться только в инвалидном кресле. Поэтому, когда встала острая необходимость искать работу, список доступных вариантов оказался крайне скуден. И вот персонажу улыбнулась удача. Ему предложили достаточно непыльную работу ночным сторожем за весьма неплохую зарплату. Итак, первый день на рабочем месте. Получив форменную фуражку и краткие инструкции, наш герой заступает на ночное дежурство. Похоже, так и выглядит работа мечты. Ничего не тревожит покой нашего героя. Но вдруг в темноте раздается скрежет металла. Свет фонарика выхватывает фигуру металлического монстра, который неумолимо движется в сторону охранника. На инвалидном кресле особо никуда не скроешься. Поэтому герою остается лишь обреченно наблюдать, как металлическое нечто подходит все ближе и ближе. Наутро местные газеты пестрят заголовками о пропавшем человеке. Однако на все вопросы журналиста о том, куда мог подеваться новый сотрудник, владелец фирмы лишь недоуменно разводит руками и не может сказать ничего определенного. Наблюдатель Наш герой из тех, кто предпочитает проводить время за компьютерными играми. И даже мешки под глазами вовсе не помеха для исследования виртуальных миров. Все идет своим чередом, пока мы вдруг не замечаем черный силуэт. Герой удивлен, ведь ничего подобного не должно быть в игре. Однако наваждение исчезает, стоит лишь протереть глаза. Видимо, кое-кто засиделся за монитором, и самое время сменить вид деятельности. Но когда наш герой встает из-за компьютера, за его спиной мы видим черное существо из игры. Персонаж отправляется в кафе. Светлое помещение и людская суета вокруг сразу избавляют от гнетущих мыслей. Но стоит ему выглянуть в окно, как он замечает таинственного преследователя, притаившегося на балконе одного из окрестных домов. Тролль мигом вылетает из кафе и пытается затеряться на городских улицах. Притаившись за углом, он успокаивает себя. Дескать, а вдруг черное существо просто наблюдает и вовсе не хочет причинить вреда. Но слабая надежда рушится от столкновения с суровой реальностью. Стоит герою обернуться, как он оказывается лицом к лицу с жутким преследователем. Попытавшийся выжить. После появления на экране телевизора новостей о приближающемся Тролльже, наш герой решает, что так просто не сдастся. Собрав в мешок все необходимое, он отправляется жить в глубокий бункер. Здесь он коротает время засном, метанием дротиков в портрет Тролльжа, едой и прослушиванием радио. Однако спустя некоторое время, однообразный быт настолько приедается персонажу, что он снимает со стены топор и выходит на поверхность. Самое время разобраться с Тролльжем. Снаружи мы видим красное небо, пустынный ландшафт и осьминогообразное существо. Несколько взмахов топором и монстр повержен. Но внезапно в небесах появляется еще более страшный обитатель нового мира, при виде которого наш герой теряет остатки рассудка. Далее мы видим, как персонаж вновь появляется в бункере. Все стены расписаны пессимистичными фразами, такими как «Я мертв», «Я не выживу», «Мне не победить». Сам же житель подземного убежища с безумной улыбкой слоняется по бункеру. Выходит, что попытка проникнуть на поверхность была лишь бредом главного героя, который от одиночества помутился рассудком. Стоит отметить, что саундтреком Конциденту служит песня «Like the Wind», также известная как «Самая загадочная песня в интернете». Этот трек был записан на немецком радио в 80-х годах, и лишь спустя два десятилетия попал в сеть. Однако все попытки хоть как-то проследить историю появления композиции или найти исполнителя так и остались безуспешными. Запертый в глине Герой следующего инцидента решил во что бы то ни стало стать скульптором. Для этого он потратил годы на обучение, после чего обзавелся необходимыми инструментами. Как нельзя кстати, кто-то подкинул нашему герою целую коробку с материалом для будущего шедевра. Однако стоило лишь открыть эту самую коробку, как в голове скульптора зазвучали настойчивые голоса, требующие безоговорочного подчинения. Следуя приказам, наш герой создает из глины физическое тело для таинственной сущности, которое отдаленно напоминает рисунки Сальвадора Дали. И вот когда скульптура готова, она пожирает мастера, чтобы полноценно проникнуть в наш мир. Герою инцидента крупно повезло. Он оказался в числе счастливчиков, которых отправили изучать Марианскую впадину. В обязанности тролля входит мониторинг измерительных приборов, расположенных в батискафе. Беда лишь в том, что в подводном аппарате может поместиться лишь один человек. Но наш парень не робкого десятка. И смело ожидает своего первого погружения на глубину 5 километров. В то время как его коллеги будут следить за показаниями из центра управления. По мере погружения на глубину становится все темнее. Но персонаж невозмутимо передает показания приборов по радиосвязи. Внезапно батискаф сталкивается с каким-то крупным объектом. Радио перестает работать и включается сигнализация. Вскоре выходят из строя все остальные приборы, а также система аварийного всплытия. Наш герой остается на дне Марианской впадины навсегда. И последний инцидент. Бассейн. Что может быть лучше, чем провести часок-другой в бассейне? Особенно если подгадать время так, чтобы никто из других купальщиков тебя не отвлекал. Вот и герой этого инцидента поступил точно так же. Однако во время очередного заплыва он обнаруживает, что бассейн не просто резервуар прямоугольной формы. Из бассейна ведет множество ходов, которые и решает исследовать наш герой. Вдоволь наплававшись по причудливым помещениям, тролль обнаруживает, что заблудился. Ему невдомек, что все это время пловца преследовал жуткого вида незнакомец. Однако попасть в ловушку просто. Гораздо сложнее найти выход. После трех часов блуждания по миру стерильно-белого кафеля, наш герой внезапно находит труп. Невинный заплыв в бассейне превращается в рискованное предприятие. Поиски выхода начинаются с удвоенной силой. И вот в одном из бесчисленных коридоров тролль находит записку. Оказывается, что бассейн – это не что иное, как 37-й уровень так называемого закулисья. Параллельного мира, откуда практически невозможно выбраться. Об этом напоминает и таинственный автор записки, советуя лишь смириться с незавидной судьбой. Тролль пытается перестать паниковать, но все же его рассудок дает сбой. Выудив из воды невесть, откуда взявшийся нож, наш герой завершает свои страдания. Вдруг тролль просыпается на полу другого помещения. Выходит, он не умер, а перешел на новый уровень закулисья. Вдалеке у стены мы видим одинокую фигуру. Что же, возможно, незнакомец сможет помочь выбраться отсюда. Но стоит лишь приблизиться, как таинственный обитатель уровня оборачивается и с безумной гримасой набрасывается на тролля с ножом. Тролдж-инциденты могут происходить в самых разных сеттингах. Бункер, бассейн, ночной супермаркет, одинокий дом в лесу, даже Марианская впадина. Объединяет все сюжеты, как правило, лишь одно – глубоко пессимистический настрой. Ведь что бы ни делал главный герой, на какие бы ухищрения он ни шел, все тщетно. Лицо тролджа все так же растягивается в ехидной гримасе, будто олицетворяя саму неизбежность судьбы. Вот так вот я закрутил, а на деле это просто мемные ужасы, с максимально простой рисовкой. Настолько плохо, что аж хорошо. Спасибо за внимание. С вами был Фантом, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Прежде чем попрощаться, напомню вам о том, что по ссылке в описании вас ждет подарочный набор крутого снаряжения Warface. Всем удачи и пока.